В масс-медиа можно встретить еще и такое название этого сорта как 13362 эльф. Формы выведены селекционерами России. Сложное скрещивание, исходные сорта и 1531 виллор бланха восторг, ирусбол, куст, большой, цветок, абэ полый, гроздья крупные, иногда даже более 1,5 килограмма, имеет коническую форму, плотность, средняя. Масса ягод 2,5 грамма, размер 20х16 мм, а ванны, белые, на солнце получают коричневый заган. Толщина кожицы, средняя, мякоть, плотная, вкус, гармоничный. Сахар от 20 до 22%, кислотность в пределах 5-6 граммов слеш-эль, плодоносит на второй год. Урожайность. Высокий срок дозревания, 105-115 дней, очень ранние достоинства, повышена устойчивость к серой гнили и милдию, хорошая морозоустойчивость, до минус 25 градусов Цельсия. Из-за раннего срока созревания выращивается в тех местах, где прежде о винограде и не слыхивали, хорошо выдерживает транспортировку. Недостатки. Большой урожай повреждает кусты, требует нормирования, может содержать рудименты. Особых требований к посадке не предъявляют, традиционные сроки посадки. Данный гибридный сорт благодарно отзывается на применение фосфорнокалийных удобрений. Внимательный, аккуратный уход способствует формированию на кустах гроздей более килограмма. Этот виноград – тоже результат американской селекции. Кусты средней величины. Масса гроздей от 200 до 500 граммов. Форма их цилиндра коническая. Умеренные рыхлости. Возможно небольшое количество рудиментов. Ягоды большие, даже крупные. Вес их от 4 до 7 граммов. Форма – овальная. Цвет – насыщенный розовый, может быть красный. Полностью созревшие ягоды достигают темно-синего цвета. Мякоть – сочная, мясистая. Приятный, легкий мускатный вкус. Прочная тонкая кожица, которая устойчива к растрескиванию. Сахар – 21%. Кислотность – 5-7 граммов. Плодоносит кишмиш Юпитер на второй или третий год. Среднеустойчив к грибным заболеваниям урожайность. Высокая и стабильная срок дозревания. 105-120 дней. Очень ранний. Достоинство. Отличная морозоустойчивость. До минус 27 градусов Цельсия. Осами не повреждается. Ягоды устойчивы к растрескиванию. Недостатки. Маленькие грозди. Традиционный способ посадки. Общепринятые сроки посадки. Не требует укрытия на зиму, неприхотлив. Но, если вы живете не на юге, то не помешает для гарантированного урожая укрыть лозы на зиму. Вполне хватит. Если после обрезки снимите виноград со шпалеры, пришпилите на зиму. И накройте оградканью, достаточно одного слоя.